Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 сентября. Продолжаю знакомить вас с новинками этого сезона моими, с экзотикой. Уже рассказала вам о сорте ладошка номер 252. Показала какой он внутри. Рассказала вот о аксакамской драгоценности, которая у меня под номером 253. Ладошка 252, а аксаканская 253. Это бекалор, прекрасный сорт. Рассказала вот о сумасшедших ягодках барри, сумасшедшей вишни барри, о очень странном таком экзотическом сорте, который поразил меня своей плодовитостью. И сейчас последний сорт, о котором я хочу вам рассказать. А еще покажу, вот медовый салют. Тоже сейчас снимаю плоды, очень такие достойные, хорошие. Медовый салют тоже, он похож на о аксаканскую драгоценность тем, что он бекалор двухцветный, но только у него картофельный лист. Тут обычный томатный лист, а медовый салют ни с чем не спутаешь, ни с какими сортами, потому что у него картофельный тип листа. Пока что у единственного вот из этих, из красно-оранжевых. И последний сорт, о котором я хочу вам рассказать, но мне и рассказать-то сильно о нем нечего, это Дефрау. Он у меня под 218 номером высадила впервые, как всегда, семена получила от частного лица. И получилась такая история, что нигде в интернете не смогла найти я информацию. Обычно я выращиваю томаты, и в интернете информацию подробную ищу, и сравниваю характеристики, описанные там, с моими томатами. Тут произошло так, что это сорт незнакомец, ничего я на него не нашла. Но все равно он будет у меня называться Дефрау, раз уж я его так подписала весной Дефрау, значит будет Дефрау. Я уже говорила, что поразил меня своими огромными размерами. Смотрите, какое прекрасное мясо, красное вот с таким смолиновым. Короче так, цвет красный, плоды очень-очень крупные, плоско-округлые. И я уже говорила, они не только плоско-округлые, но и как-то еще немножко вот как выворачиваются. Они как начали вот так выворачиваться у меня, огромные такие. Очень мясистые. Это вот такой, я конечно не могу его назвать классический русский томат, потому что он скорее всего не русский, раз Дефрау. Но он похож на наши русские томаты, которые мы привыкли видеть на наших огородах, у наших родителей, у наших бабушек. Смотрите, какая красота. Вот это Дефрау. Высокий, очень урожайный, очень много плодов. Мясистый, такой как бы тяжеленький, мякоти много. Сладкий, но если опять же нужно различать. Вот смотрите, я-то сорвала на семена вот в таком виде, когда он еще не в полной зрелости. Он будет, наверное, с кислинкой. А я дожидаюсь, когда они вот до такого, до красно-темного, темно-красного цвета дозревают. И тогда они получаются прям сладкие. Настоящий русский томат, хотя Дефрау. Мякоть арбузная, зернистая. Все, только положительные. У меня он получил оценку 5. На будущий год буду еще раз все эти выращивать. Просто я за это время, может быть, найду конверт, в котором оно пришло. И, может быть, там есть описание. Я почему-то весной сразу не сообразила переписать описание, которое дал хозяин этих семян. Ну вот, Дефрау у нас такой полу-незнакомый сорт, но очень-очень хороший. Для любителей крупных томатов. Возьмешь в руку, прям тяжело держать такой. Вот он. Прям такой добрый. Все. Очень короткий видеообзор, потому что ничего о нем не знаю.